Здравствуйте, уважаемые товарищи, друзья, слушатели и зрители моего канала на YouTube и Клуба органического земледелия. Зовут меня Фролов Юрий Андреевич, для тех, кто меня еще не знает, я биолог. И сегодня я расскажу вам о интересной и культуре, и о данных растениях. Посмотрите, пожалуйста, какие коренастые, крепкие, поджарые растения, с мощным стеблем, стоят без подвязок, без палочек. А знаете, что это такое? Мало кто догадается. А это у нас арбузы. Есть интересные сорта. И вообще, тему бахчевых культур мы осветим обязательно. Потому что я их, как и многие из вас, наверное, очень люблю. Но я-то уж точно люблю, а вы, наверное, я надеюсь тоже. Продукты очень полезные. Значит, агротехника интересна и можно выращивать в любой полосе, вплоть до чуть ли не полярного круга. По крайней мере, вы все, наверное, слышали, что даже монахи Словецких островов выращивали в том климате. И при тех прошлых веках, когда климат был гораздо более суровым, тем не менее выращивали арбузы. Есть на то такие методики, приемы хитрые, о которых мы будем рассказывать касаемо вообще всех культур, ну и в частности бахчевых. Но, чтобы получить крупные хорошие плоды, нужно увеличить срок роста маленького, так сказать, растения, пока мы сможем высадить, когда позволят условия климатические, либо в открытый грунт, либо в теплицу. Я их выращиваю и в теплицах, и в зимних садах, и в открытом грунте. Конечно, многое зависит от погоды, но многое и от вас. Если вы не будете лениться, а возьмете хорошие семена и посадите их вот в такие самые маленькие мини-парнички для проклевывания, о которых я постоянно рассказываю в своих роликах, а потом пересадите, пикируете маленькие горшочки, вот в такие горшочки, то в таком случае и будете досвечивать. Вы можете где-то на месяц-полтора раньше начать их выращивать, чтобы потом просто пересадить, либо в открытый грунт, либо в теплице, и вы сможете получить более ранний, во-первых, урожай, во-вторых, более качественный. Но надо помнить, что поскольку, представляете, какие плоды, это не виноград, это не, так сказать, томаты маленького, какого-нибудь вот такого размера, да хоть полукилограммовый, арбузы-то достигают и 10, и 20 килограмм, и более, то они очень много из почвы потребляют питательных веществ, в том числе микроэлементов. Почва должна быть богатая. Арбузы, это имейте в виду, арбузы не любят, скажем так, переувлажнение излишнего почвы, поэтому почва должна быть как бы сухой, такой, ну, умеренно сухой, структурированный и воздушный. Поэтому высокие гряды, либо высокие насыпные, либо в карабах, когда сбивают деревянные грядки, как бы высокие, и уже они не смогут переувлажниться, а будут хорошо и прогреваться, и проветриваться, вот это идеальный вариант. Обязательно мульчирование сверху соломой, да и потом, когда плоды будут созревать, если они будут лежать на соломе, они не будут ни гнить, ни темнеть. Это прекрасный материал солома многопрофильный, который я рекомендую использовать. Первые, видите, листочки, которые такие кругленькие, посмотрите, какие пошли потом мощные следующие. Вот. Данный сорт, хочу о нем особенно вам рассказать, об этом интересном. Это, это сорт, именно сорт, даже не гибрид, который называется XXL. И вот этот прекрасный сорт, его плоды могут вырасти до 100 килограммов. Причем обладают прекрасными вкусовыми характеристиками. Но если вы его посадите, только такие будут урожаи, ну, 50-70, 100 килограмм, если вы поставите, ну, где-нибудь хотя бы в марте или даже в конце апреля, то есть, вернее, в конце марта. Потому что при моих технологиях, про которые я вам рассказываю и буду рассказывать в новых видеороликах, процесс роста идет гораздо быстрее. Вот этим, значит, арбузом всего три недели от проращивания семечек. Это очень быстро и темп просто. И растения мощные и коренастые. У меня хорошая почва, у меня правильные методики аграрные. Этими секретами я с вами делюсь. Но хочу сказать, что касается вообще бахчевых культур, различных сортов, дынь, я пробовал их десятки, знаю многие, сам и районирую, значит, меняю немного условия, меняю свойства. Я вам о них буду рассказывать обязательно в отдельных передачах. Это сегодня был пример, что называется для начала, для затравки. Будут репортажи с моих теплиц, зимних садов, с моих грядок, и вы все это увидите в течение года. А семена я вам могу порекомендовать, потому что многие ко мне обращаются и спрашивают, ну какие же, где купить хорошие семена, чтобы не обманули, не подвели, чтобы они были непросроченные, действительно качественные. И я вам обязательно дам эту информацию. Заходите в мой клуб органического земледелия, это сайт, пишите туда, пишите на электронную почту, и мы вам обязательно будем присылать контакты тех фирм или тех организаций, которые, тех людей, значит, которым мы доверяем полностью, у которых мы сами приобретаем некоторые сорта. Ну а где-то через год, наверное, уже в 15-м году, ну, вернее, может быть, зимой 14-го, я смогу очень многие, значит, сорта разных-разных культур, огородных, садовых, значит, вам предоставить, потому что у меня есть целое направление по сохранению редких видов старых отечественных советской селекции различных культур, начиная от капусты до томатов, старых-старых 30-х годов, 40-х селекций прекрасных, но их мало. И сейчас я не могу вам предложить, к сожалению, но впоследствии смогу. Поэтому, значит, надеюсь, мы с вами будем видеться и сотрудничать долгое время. Я буду делиться, не буду жадничать с вами ценной-ценной информацией. Слушайте меня, смотрите канал YouTube, посещайте Клуб Органической Земледелия, мои занятия практически, которые я устраиваю. Ну, если вам данный ролик понравился, вы хотите новых встреч, продолжений, напишите, что вам понравилось. И до новых встреч, уважаемые друзья!